Утренний эфир телеканала Беларусь 4 Гомель продолжается. Новый день встречаем вместе с программой Утренний Фрэш. Я, Павел Михно, расскажу о культурных событиях Гомеля и познакомлюсь с другими интересными фактами и событиями. Сегодня на территории Гомельской области будет переменная облачность. Местами пройдут дожди и прогремят грозы. Днем при грозах возможен ливень и град. Будет жарко до 28-30 градусов. Ветер юго-восточного направления скоростью до 5-7 метров в секунду. Возможно, шквалистое усиление до 15-20 метров в секунду. Живопись старейшего гомельского художника Ефима Минивицкого будет представлена в центральной части дворца Румянцевых и Паскевичей с 25 июня. Выставка «Этого не должно быть» позволит зрителям проследить творческий путь художника и познакомиться с многообразием интересов живописца. Ефим Минивицкий с одинаковым блеском пишет как портреты врачей, писателей, художников, спортсменов, политиков, так и тематические полотна с демонстрациями, строителями и поездами. Есть в его творчестве место военной тематики. Свои картины гомельчанин пишет в особом стиле, разделяя поверхность холста на геометрические фигуры, тем самым создавая необычный зрительный эффект. Искусство традиционное и современное. Цикл лекций под таким названием организует во дворце Румянцевых и Паскевичей. Это совместное мероприятие дворца и творческой мастерской «Воздух». Проект создан для знакомства посетителей с диалектикой нового и традиционного в истории визуальных искусств. Встреча 19 июня будет посвящена традиционным жанрам и сюжетам в современном искусстве. 26 июня обсудят примеры новых прочтений классики, которые позволят по-другому взглянуть на музейное пространство. На тему стремления к новому через переосмысление старого участники встречи поговорят 3 июля. Все мероприятия пройдут в выставочном зале дворца Румянцевых и Паскевичей начало в 19.00. В картинной галерее Ващенко можно познакомиться с новым художественным проектом «Время перемен. Включение». Он организован совместно со школой Игоря Ягодкина «Ключ». Новый арт-проект реализуют в формате конкурса, участники которого могут ярче представить свое творчество. На выставке будет более 200 работ, созданных за минувшие два года. Гости галереи могут отметить понравившиеся, проголосовав за них. Участие каждого посетителя станет вкладом в творческий процесс проекта. К слову, голосование также предоставляет право на участие в розыгрыше призов 1 июля. Шедевры Ветковской школы и иконописи представлены в филиале Ветковского музея старобрядчества и белорусских традиций в Гоменском парке. Посетители могут увидеть около двух десятков икон 18-20 веков из фондов музея и частных коллекций, а также уникальную фотографию иконописцы за работой местечко-ветка Гоменской губернии, сделанную в 1907 году и хранящуюся в фондах Российского этнографического музея в Санкт-Петербурге. Широко представлены экспедиционные записи и фотоматериалы, которые проливают свет на историю создания той или иной иконы. Выставка продлится до 14 июля. Задолго до появления людей на нашей планете жили динозавры. Они властвовали почти 150 миллионов лет. А сегодня мы встречаем этих животных в кино и мультфильмах, компьютерных играх и книгах. Наверняка в детстве многие из нас мечтали своими глазами увидеть этих доисторических существ. И вот теперь у гомельчан есть возможность осуществить детские фантазии и перенестись на миллионы лет назад. В интерактивной экспозиции на открытой площадке перед зданием Зимнего сада стоит 12 фигур динозавров. Они моргают, двигаются, дышат и даже издают звуки. Так что спешите окунуться в этот загадочный мир. А жившие динозавры будут ждать вас до 9 августа. Пять туров. Пятерка игроков в каждой из двух команд и харизматичный ведущий. Каждую неделю команды школьников из Гомельской области борются за победу в викторине Эрудит Пятерка. Ведущий Леонид Климович готовит для команд множество занимательных вопросов. Участники игры проявляют свое лучшее качество, умение грамотно распределять силы и строить выигрышную стратегию. Интрига держит зрителей и болельщиков в приятном напряжении. Смотрите в это воскресенье в 12 часов 10 минут. Классный час. Детская познавательная программа на телеканале Беларусь-4. Это первая передача в региональном телеэфире, созданная профессионалами и детьми для детей. Все о жизни, увлечениях и учебе в школе глазами подростков. Включайте телеканал Беларусь-4 в воскресенье в 12.40. К другим интересным новостям. Фотограф из Индии сделал удивительный снимок во время прогулки по лесу. На первый взгляд кажется, что это обычное дерево. Однако стоит присмотреться, тогда можно увидеть сову. Птица умело замаскировалась, поэтому не каждый может справиться с этой задачкой быстро. Оказалось, даже сам фотограф не сразу понял, что запечатлел. Во время прогулки его внимание привлекло движение на дереве. После этого ему пришлось 10 минут смотреть на фотографию, чтобы наконец заметить сову. Снимок быстро стал вирусным и набрал множество восторженных комментариев пользователей. В Великобритании умер ставший популярным уличный кот по кличке Боб. Об этом сообщил его хозяин, уличный музыкант Джеймс Боллин. История музыканта с котом началась еще в 2007 году, когда уличный исполнитель подобрал кота на улице и дал ему кличку Боб. С тех пор они стали неразручными, а их фотографии и видеоролики, на которых кот красуется на плечах у своего хозяина или сидит рядом, когда тот играет на улице, быстро набрали популярность в сети. По прошествии нескольких лет Боун решил написать о жизни со своим питомцем несколько книг, а в 2016-м одна из них была экранизирована. Известно, что кот, ставший главным героем бестселлера, прожил 14 лет. Около 700 кошек были спасены от съедения в Северном Китае. Сотни запертых в клетках животных обнаружили спасатели и сотрудники правоохранительных органов китайского города Линьфэнь, провинции Шанси. Кошки предназначались для продажи и последующего использования в кулинарных целях. Преступное предприятие располагалось на территории недорогого отеля. Владельцев бизнеса арестовали, а спасенных от незавидной участи животных передали местным приютам. Отмечается, что многие пушистые создания оказались украденными у хозяев домашними любимцами. Их вернули законным владельцам. Многих из нас протяжный вой собаки не раз заставлял содрогнуться. Принято считать, что это судит всевозможные напасти. Однако это всего лишь народные приметы, которые не имеют под собой научных обоснований. Специалисты в области психологии животных называют четыре причины собачьего воя. Первая – из-за скуки. Домашнему любимцу не хватает внимания, поэтому поиграйте с псом или отправьтесь на прогулку. Вторая причина – собака поет. Многие животные обожают звуки музыки и пытаются им подражать. Как еще может петь собака? Только подвывать. Третья причина – собака хочет есть. Таким экстравагантным способом собака просит о добавке. Четвертой неожиданной причиной является радость. Когда пес не в состоянии совладать с эмоциями, то он способен издавать любые звуки. Также стоит помнить о том, что причиной воя может быть плохое самочувствие вашего любимца. Мужчина из австралийского города Мельбурн стал миллионером, а все благодаря вещему сну. Местный житель купил лотерейный билет. Розыгрыш должен был состояться через неделю, поэтому мужчина оставил его дома и забыл об этом. В ночь на воскресенье он проснулся и поделился с супругой, что ему приснился очень странный сон. Австралиец видел, что выиграл в лотерею и потратил деньги на обустройство сада. Тогда его жена напомнила мужчине, что стоит проверить лотерейный билет, который завалялся дома. Каково же было удивление семьи, когда мужчина стал обладателем 1 миллиона 200 тысяч австралийских долларов, а это около 830 тысяч долларов. Как оказалось, сон был вещем. Победитель решил потратить финансы на обустройство сада, как и во сне. Остальное время он будет отмечать невероятную удачу. Программа «Добрый вечер, Гомель» – это разговор на актуальные темы. Рассказ о ярких событиях и жизни Гомеля и Гомельской области. Интересные гости в студии и известные ведущие телерадиокомпании «Гомель». Сегодня вечером смотрите новый выпуск, а также подписывайтесь на наш инстаграм и присоединяйтесь к группе ВКонтакте. Включайте сегодня «Беларусь-4 Гомель» в 20.25. Это прекрасная возможность приятно провести вечер всей семьей у телеэкрана. Новый день! С вами встречали «Утренний Фрэш» и я, Павел Михно. Желаю вам продуктивного рабочего дня, улыбок окружающих людей и солнечного настроения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова